Чего только не делается людьми для оправдания смерти, для причинения смерти, для убийства. По-разному может быть это все организовано, но убийство на войне это как бы ситуация разрешения убийства. Защищаясь от убийства, ты причиняешь смерть другому. Это считалось нормой. И сейчас тоже считается нормой, хотя война это не норма. Ну уж так получается, есть злые силы, которым выгодно развязывать войны, выгодно массовое убийство. Люди придумали много оправданий тому, что они причиняют другим людям смерть. И речь даже не о войнах, когда взаимная ненависть выхлёстывается в жестокие схватки и в массовые убийства. Одна сторона считает, что ее пытаются уничтожить, другая сторона считает то же самое, и они уничтожают друг друга. Есть еще и преступления, связанные с геноцидом местного населения, но об этом как-то особенно никто не задумывается. И вот первый только приговор возник по решению суда, Новгородского, по-моему, суда, о геноциде советского народа. Какой еще советский народ? Не было никогда такого народа. Название было, народ не было. Какой народ геноцидили-то, уничтожая массовыми расстрелами, в том числе женщин, детей, стариков, не только мужчин, которые могли взять в руки оружие. Кого геноцидили-то? Да русский народ, конечно, но суд у нас трусливый, он не может выделить, что убивали намеренно русских людей. Ну не может. Ну мы можем сказать, что да, действительно русские были подвергнуты во время Второй мировой войны геноциду со стороны гитлеровского вермахта. Это каратели, которые были наняты этим вермахтом из тех же бывших русских, бывших славян. Украинцы отличились очень сильно. Вот таких, да, правильно назвать украинцы. А по другую сторону фронта это были русские. Вы украинцы, мы русские. Это разное. Как и сейчас, вот эта линия фронта пролегла на Донбассе. По одну сторону русские, по другую сторону не русские. Не рус, вы рус. Вы родки из рода русского. Не наши люди. Вот поэтому мы всегда знаем, по какую сторону стоят русские, а по какую сторону нет. Вот. Ну отдельный вопрос по казачьим частям, но это мы уже сто раз обсуждали. Понимание все равно не приходит. Хоть кол на голове тиши у людей, у которых совок врос в мозг, ничего с ними не сделаешь. Речь все-таки немножко о другом. Речь о том, что есть оправдание убийства. Например, по суду нужно организовать определенный ритуал для того, чтобы человека потом отвезти в специальное помещение и, скажем, пустить ему пулю в затылок. Или раньше были другие варианты, или там в иной культуре другие варианты. Раньше могли повесить или четвертовать. У американцев на электрический стул сажают или делают смертельную инъекцию. Не важно. Метод-то нам не очень важен. Важно, что есть определенный ритуал, оправдывающий уничтожение человека. И здесь моральные соображения – это возмездие, то есть месть. В какой-то степени она может быть оправдана. И даже, кстати, и без всякого суда может быть оправдана. Хотя за произвольное действие такого рода предусмотрена ответственность, которая тоже может привести к смертному приговору. Но, тем не менее, без ритуала, государство говорит, без ритуала нельзя. Должны юристы изучить вопрос, прокуроры, адвокаты, а судья принять решение и причинить человеку смерть. И я не против этого. Я за то, чтобы смертная казнь для изуверов существовала. И действительно изучение всех обстоятельств и применение закона является обязательным. Но есть право на убийство у спецслужб или у силовых органов, которые якобы в борьбе с преступностью могут убивать. Мальчик бросился на нас с ножом, мы его убили. Чего не ранили-то? Ловили преступника, он бросился на сотрудника полиции с ножом, его убили. Чего не ранили-то? Почему не остановили, а просто убили? Почему у полиции только оружие уничтожения? Там спецназ обложил бандитов, всех убили. А что в плен-то никого не взяли и не выяснили, откуда деньги, кто руководитель, какие были планы, какие были свершения и так далее. Почему не распутывается этот клубок? Ну, в данном случае-то понятно, чтобы концы в воду, они между собой передружились. То есть те, кто должен ловить бандитов с ними заодно, а когда внутренние конфликты, они разрешают их таким образом. Поэтому уничтожают, чтобы к концу в воду, некого опрашивать. Но есть еще один сорт разрешенного убийства, помимо государства, это убийство на религиозной почве. Были позитивные какие-то моменты. В этом, скажем, у даков был обычай посылать гонцов за Моксису, их божеству. Выбирали лучших девушку и юношу и бросали на копья. Если выживали эти люди, то считалось, что Бог гневается. И значит, надо еще кого-то посылать, не те. И, в общем, причиняли таким образом смерть. Для нас это дикость, но это был вот такой ритуал. Жертвовали жизнью лучших людей для того, чтобы донести до Бога какую-то свою просьбу. Это можно понять как этнографическое недоразумение. Ну и среди древних народов принесение жертвы тоже существовало. Когда ахейцы готовились отправиться штурмовать Трою, и не было ветра, они принесли в жертву или пытались принести в жертву дочь Агамемна на Эфигению. И он дал согласие на это. По легенде Артемида спасла Эфигению, отправила ее в Тавриду. И там она стала жрицей, и потом вернулась. Вот такая легенда с историческим подтекстом. Наверное, пытались принести в жертву, но в конце концов не удалось. Вот есть из того же эпоса, связанного с Троянской войной, такой эпизод с Поликсеной, красавицей, дочерью Приама, в которую якобы влюбился Ахилл, и после того, как он погиб, был убит Парисом. На погребальном костре плененую Поликсену принесли в жертву, перерезали ей горло, есть даже такое античное изображение этой сцены. Редкостное, правда, единственное в своем роде. Есть свидетельства синейки еще более позднее. Поэтому, может, был, может быть, нет. Скорее всего, было. Есть некие отзвуки. И есть вот книжки, которые я недавно издал, «Герой Гомеровской эпохи». Здесь перечислены случаи таких ритуальных убийств. Их очень немного, их очень немного штуки. И это годы более чем тысячи лет до нашей эры, примерно 1200 год. Вот то, что как раз связано с гомеровскими героями и более ранними периодами. Продолжим после технической паузы. О примерах древних ритуальных убийств я написал вот в этой книжке. «Герой Гомеровской эпохи». Но это не главное ее содержание. Но здесь есть перечень тех событий, которые описаны в древнегреческом эпосе. И довольно жуткие события. Главное, не об этом. Вот другая книга у меня вышла. «Ритуальное убийство» и «Кровавый навед». Я не могу о ней говорить достаточно подробно, ее представлять. Потому что злобные силы, цензура присутствует. И пытается скрыть то, что в общем-то доступно, но не всем. Я стараюсь сделать доступной информацию прежде всего. То есть главное это фактура. Фактура, скажем, дело Бейлиса. Вы можете с ним познакомиться, но трудно из большого материала вычленить что-то самое главное. Вот я это сделал, и поэтому представляю это читателям. И многие думают, что дело Бейлиса закончилось полным крахом следствия. Все как раз наоборот. Следствие ритуальный характер убийства доказало в полной степени. А то, что убийца был оправдан судом с перевесом в один голос, точнее там поровну поделились голоса, и только голос председателя коллегии присяжных перевесил. То есть, ну, можно сказать, с минимальным преимуществом защита победила обвинение. Если бы это происходило сегодня, если бы эти события происходили сегодня, то сто процентов Бейлис был бы осужден. Потому что доказанным сейчас считается преступление по косвенным признакам. А в те времена, если не было прямых указаний на убийство, тогда оно не считалось доказанным. И также и многие дела, там, 19 века аналогичные. Многие дела средневекового периода, может быть, как раз были ближе к сегодняшнему. То есть, считалось доказанным то, что убедило судью. И меня интересуют, конечно, не только детали. Детали собираются в некую концепцию. И эта концепция, видение того, что такое ритуальное убийство, имеет оборотную сторону. А что такое кровавый навед? Ритуальное убийство – это не общераспространенная практика. Иначе это было бы слишком заметно. А это не слишком заметно. То есть, скорее всего, это практика какой-то секты. Но эту секту не желают раскрывать, не желают показать, поскольку она относится к иудеям. А иудеи должны быть безупречны. Вот в глазах нынешнего демократического, в кавычках, правления правды должны быть скрыты только потому, что иудеи должны быть безгрешны. То есть, у кого угодно могут быть грехи, но только не у них. Это безобразие образовалось где-то после Второй мировой войны. Но сейчас это повод для того, чтобы цензурировать все, что угодно. И преследовать тех, кто пытается историческую правду продемонстрировать, показать с указанием на факты. Я подчеркиваю, что ритуальные убийства не являются принадлежностью только одной лишь или одних лишь иудейских сект. Практиковались ритуальные убийства и в других культурах. Но именно для этой секты делается исключение. Все остальные можно исследовать, публиковать и так далее. Здесь нельзя. Но запрета официального нигде нет. Поэтому я-то считаю, что можно и нужно. Историческая правда должна быть скрыта и открыта. Где и когда происходили единоличные индивидуальные убийства или массовые убийства по религиозным причинам. Скажем, если мы берем древнегреческий эпос, то там убийство не считалось предосудительным, если оно совершено в битве. Во всех остальных случаях это тяжкий грех. Убил ли ты родственника, женщину, ребенка и так далее. Любое убийство, тяжкий грех, даже убийство по неосторожности. И даже в этом случае грек, которого мы знаем по источникам, подлежал изгнанию. Даже если это герой, царь какой-нибудь, изгнание неизбежно. И чтобы избавиться от этого греха, нужно пройти довольно длительную процедуру. Она может быть и судебной, как в случае ареста, который убил свою мать, которая в свою очередь убила своего мужа. То есть отца ареста. Это была как такая расплата. Но тем не менее это был грех, который нужно было искупить. Во-первых, на суде. Во-вторых, в религиозном ритуале. Есть убийства, которые находятся как бы в ткани религиозного ритуала. Религиозного, уже не воинского. Он тоже может быть совершенно дикий, но он все-таки имеет причастность к военным событиям. Он как бы еще не остывшая ненависть движет этими людьми. Скажем, нюрнерский процесс и казнь нацистских преступников была, несомненно, местью, послевоенной местью. Хотя законодательство, ни одно законодательство не позволяет действовать так. То есть специально придумали законодательство, которого не было. И, значит, постфактум, некий международный суд, у него не существовало никакого регламента. Тем не менее он был придуман. И как бы задним числом многие вещи были названы преступлениями, за которые полагалась смертная казнь. Вместо того, чтобы судить по национальному законодательству, судили и по месту совершения преступления, судили вот так. То есть это тоже был своего рода ритуал победителей, которые вне военной ситуации искали возможности отомстить, причинив смерть. Конечно, мотив очень дурной, прям скажем. И я думаю, придет время, когда нюрнерский трибунал будет признан противозаконным деянием, что не отменяет преступления нацистов. Другие суды по другим мотивам должны были их осудить. Возможно, на смерть, там, где была смертная казнь. Возможно, на длительные периоды заключения. Но то, что сделал нюрнерский трибунал, однозначно беззаконие. И, конечно, такого не должно быть. Когда говорят, давайте мы над нынешними истязателями России устроим нюрнерский трибунал. Новый Нюрнберг. Не должно этого быть. Должны быть осуждены по национальному законодательству. Смертная казнь приостановлена, но не отменена. Поэтому без проблем. Этот вопрос можно решить без труда. Что касается книги, я ее мельком показал. Я-то считаю, что был и продолжается ритуальный геноцид славянства. Это связано с определенной идеологией. То есть, это ритуал не религиозный, а идеологический. То есть, есть другие иудейские или неудейские, я не знаю, другие скрытые секты, которые стремятся к уничтожению славянства вообще. И прежде всего русских, как самый многочисленный славянский народ. И поэтому не случайно вот здесь на обложке изображен памятник детям, убитым в Лидице, убитым нацистами, гитлеристами. И поэтому есть как бы два, две чаши весов, на которых взвешивается истина. И как бы есть некий баланс между правдой о ритуальных убийствах и правдой о кровавом навете, который подменяет один вопрос другим. И я стремлюсь к тому, чтобы этой подмены не было. При этом я уверен, что ненавистники русского народа, славянства в целом, воспринимают мое стремление к изучению вопроса как крайне враждебное деяние по отношению к ним. И это так, потому что они действительно являются нашими врагами и ориентированы на уничтожение России и русских. А моя цель уничтожить их. И истина является одним из средств уничтожения вот этой подлой секты, которая существует, которая захватила власть в России, которая захватывает власть в других государствах, уничтожает саму государственность, уничтожает общественность, фальсифицирует политический процесс, вводит негласно цензуру. Закон не работает уже нигде и никакой. Никакие конституции не значат абсолютно ничего. Для этой закулисной секты. И моя деятельность против этой секты. За то, чтобы все тайное стало явным. Истина – наше самое главное оружие. Мы стремимся к тому, чтобы знать и понимать, что происходит в нашей стране, в мире, в истории. Слава Руси! Господи спаси! Редактор субтитров А.Семкин